Сегодня я вам, ребята, предлагаю хороший корейский салатик, морковный салатик. Я уверен, что почти вся страна его делает. Но поверьте, что-то интересненькое вы узнаете из моей версии тоже. У нас с вами будет три салата. Мы сделаем одну общую основу, овощную, но дополнительно мы еще с вами сделаем с кальмарами и с говядиной. Вперед! Все пропорции я вам дам в описании внизу, и вы сейчас все это будете видеть на экране. Хорошо. Мясо и кальмары я уберу в холодильник, потому что они понадобятся нам только завтра. Нам необходимо лук нарезать очень тонко. Возьмите самый хороший нож, который очень-очень острый, и начинаем. Положили лучок. Соль. Прямо берете такие щепотки, где-то по пол чайной ложечки. Одна щепоточка, другая щепотка. Вот так вот. Лук не мните. Аккуратненько его вот таким вот образом помассируйте, так, чтобы соль хорошо проникла и окутала лучок. Ни в коем случае не мять. На этом этапе, во всяком случае. Закрыли тарелочкой и убираете минимум на 7 часов в прохладное место. Обычно я оставляю мариноваться лук и морковь. Сейчас я ее тоже натру на мандолине. В течение 10-15 часов. Нам нужно, чтобы наши овощи начали слегка ферментоваться. Они дадут тот самый оригинальный, аутентичный вкус корейской морковки. Лучок готов. Стороночку. Натираем морковку на мандолине. Старайтесь натирать ее тоже очень-очень тоненько. Морковочка готова. Тоже солим. Берем хорошую щепотку. Раз. Два. Хорошо. Пробуем. Все, достаточно. Больше не надо. Итак, прошло у нас 15 часов. Овощи хорошенечко замариновали. Честно говоря, запах овощей чувствовался даже с балкона. Пахнет невероятно. Руки я очень хорошо помыл. Кстати, многие из вас скажут, а чего там вилочками не мешает? Почему руками? Ребята, вот вы ходите в ресторан, и вы думаете, что профессиональные повара вилочкой там мешают? Нет. Все делается руками быстро. Очень важно, чтобы повара мыли руки. Персонал, который работал когда-то со мной, я тоже всех держал в кулаке, потому что гигиена – это самое главное. Так, чтобы клиент, который пришел к тебе в ресторан и готов заплатить деньги, вкусно покушал и при этом не заболел. Вперед. Значит, вот наш лучок. Видите, какой он стал мокренький? Он отдал все свои соки. У него начался легкий процесс ферментации, потому что прошло 15 часов. Изумительно. Соль. Очень хорошо. Вы же помните, как я вчера хорошо посолил. Была почти полная чайная ложечка. Теперь мы должны с вами отжать весь этот сок. Он нам с вами не нужен. Вот, посмотрите, какая морковочка. Она влажная. Хорошо просолилась. Запах. Да. Тоже начинается такая легкая хмельца. Это и есть тот самый азиатский, правильный корейский вкус. Также отжимаем сок. Попробую, кстати, на соль. Я ведь вчера две жменьи бросил сюда. Отлично. Очень хорошо. Сок от лука, от морковки нам больше не нужен. Можете смело его выливать. Теперь давайте смешаем овощи. Морковку и лучок. Вот на этом этапе, в принципе, если вы, скажем так, приложите больше сил, это уже не будет проблемой. Я имею в виду лук. Помните, я вам говорил, лук на начальном этапе не нужно мять. Потому что, когда лук свежий, вы его начинаете мять, он дает привкус и запах одеколона. Поэтому очень важно, чтобы вы, когда присыпали солью лучок, чтобы сок естественным образом отбился от лука. А уже потом вы можете этот лук мять нещадно. Следующий момент. Мы с вами должны натереть огурчик. Огурчик натирайте, вот видите, я его порезал напополам. То есть так, чтобы полностью у нас с вами получились длинные такие полосочки. Вот так вот. Когда будете натирать, сердцевину не нужно использовать. Вот что у нас должно остаться от огурца. Вот этот центр не нужно использовать, потому что он очень сочный и испортит нам салат. Лишняя влага в салате наш враг. Поэтому просто скушайте, потом его отдельно. Вот теперь огурчик добавляем сюда, к лучку и морковочке. Руки чистые, помните, да? Вот сейчас очень аккуратненько нужно смешать, потому что огурчик очень сочный. И нам не нужно его мять. Он сам отдаст свои соки туда немного позже. Торопиться не нужно, добейтесь так, чтобы масса была однородной. Соли мы с вами больше не добавляем. Соли вполне достаточно. Салатик убираем в сторонку и будем дальше работать над другими уже ингредиентами. Сейчас мы с вами подготовим кальмара. Вы же помните, да? Что мы с вами сделали основу. Вот с этой основы мы с вами сделаем три салатика. Один салатик у нас будет просто овощной. Другой мы сделаем с кальмаром. И с говядиной. Набираю в среднем литра полтора горячей воды. Кальмар. Режем его напополам. Вот так вот. Бросаем кальмара. Воду солить не обязательно, потому что мы будем с вами еще дальше готовить кальмара. Кальмар варится очень быстро. Очень. Поэтому не переваривайте его, иначе он будет невероятно твердый. Вы просто его испортите. Стоп, достали. Сразу охлаждаем. Так, хорошо. Кальмар готов. Я выливаю воду и мою свой вок. И мы продолжим нашу работу. Кальмары только что сварили. Вот они мягенькие. Теперь мы их должны очень-очень тоненько нарезать. Вот прям вот так вот. Они сейчас нежные, мягкие, сочные. Чистая тарелочка. Я только одного кальмарчика сварил. Я не собираюсь готовить большую порцию салата. Когда вы будете готовить для своих гостей, для праздника, рассчитывайте таким вот образом. Если, например, вы хотите сделать салат с мясом, то у вас должно получиться один к одному. Пока мы будем готовить другие ингредиенты, нам нужно, чтобы кальмар не потемнел. Добавьте немножко лимонного сока и рыбный соус. Он придаст нашему кальмару дополнительный вкус и невероятный букет. Так, смешали. Положили в мешок. Кальмар очень быстро темнеет на воздухе. Поэтому лучше его положите в мешок и уберите в холодильник. Пришло время заниматься мясом. Мясо выбирайте говядину. Желательно вырезку. Ну, или же, скажем так, уже какое есть. Хорошо. Нужно его очистить от пленочек. Жир обрезайте тоже. Он нам не нужен. Нам необходимо это сделать для того, чтобы мясо не было жестким. Все вот эти пленочки, все убирайте. Я сейчас его буду резать на очень тонкие полосочки. У меня все-таки опыт большой. И я это смогу сделать с куском мяса, ну, скажем так, из холодильника и достаточно мягким. В вашем случае, если вы еще, скажем так, бигинер на кухне, то я вам рекомендую положить его в морозилку. Ну, буквально на минут на 40. Оно станет твердым. И вы сможете легко нарезать пластины. И потом его тоненько нарезать на такие полосочки. У меня вот такой есть слайсер. Вот. И нарезаем. Вот где-то так вот. Чем тоньше, тем лучше. Видите? Где-то миллиметра 2-3. Делаем нарезку жульен. То есть понятие жульен с французского языка, это значит вот тоненько вот так вот нарезать. Ну вот. Видите, какая красота. Вот такая толщина нас устраивает. Режем поперек волокон. Для мяса, для рыбы используйте отдельные доски. Не нужно использовать одну доску для всех своих ингредиентов. И для готовой еды, и для сырого мяса это очень опасно. Потому что, честно говоря, если вы оставляете сырое мясо при комнатной температуре, особенно летом, это мухи, ну и тому подобное. Вы сами понимаете, что это чревато, вы можете заболеть, вы и ваша семья. Поэтому нужно очень хорошо ухаживать за своими досками. Посыпать их солью. А для мяса и для рыбы я вам рекомендую использовать именно пластиковые доски. Потому что за ними легче ухаживать. Они не впитывают в себя соки мяса и рыбы. Тем самым вы сохраните свое здоровье и здоровье своих близких. Для мяса мы с вами будем использовать уксус. Это рисовый уксус. Я хочу все-таки придерживаться традиций Азии. Раз это у нас с вами корейский салат, то я буду использовать ингредиенты, которые используются в Корее, или же в Азии, Таиланде, в Японии, Китае. Рисовый уксус повсеместно используется. Поэтому я буду его использовать. Здесь буквально чайная ложечка уксуса на мясо. Вот так вот. Все смешали. Убираем в сторонку. Пусть отдыхает. Ну, прежде чем я начну работать с соком, я приготовлю все ингредиенты, которые нам понадобятся. Возьмем имбирь, ну, кусочек вот такой вот небольшой. Тоненькое его нарезаем. В Азии используется огромное количество овощей, пряных овощей, такие как имбирь, чеснок и тому подобное. Но в то же время практически все они готовят во фритюре. Я вам сегодня покажу, как это все происходит. Все ингредиенты должны быть приготовлены заранее. Потому что приготовление пищи в Азии занимает буквально считанные секунды, одну-две минуты, не больше. И поэтому, если вы, скажем так, начнете готовить на воке, и при этом вам нужно будет нарезать чесночок, лучок или какой-то другой ингредиент, то, конечно, все будет у вас подгорать. Потому что вок греется просто невероятно быстро. Так, чили. С чили будьте аккуратны. Я использую его, видите, прям с семечками. Потому что нам нравится пикантная и острая еда. Но если за вашим столом будут дети, то, конечно, будьте аккуратны. Лучше всего добавьте чили непосредственно уже в свою тарелочку, если вы любитель остренького. Разогреваем вок. Я использую рисовое масло. Наливаем в среднем ну, стакан-полтора. Конечно же, я все это масло не буду использовать. Но мне необходимо такое количество масла для того, чтобы правильно подготовить все ингредиенты. За боком нужно обязательно ухаживать. Это такой важный инструмент в вашем хозяйстве, что нужно следить. Постоянно его смазывать, прогревать. Он всегда должен быть сухой. Хорошо. Сейчас мы с вами будем делать луковое масло. Они повсеместно используют различные масла с разными вкусами, с различными ингредиентами. Для нашего салата будет луковое масло изумительно. Я вот положил три кусочка обычного зеленого лучка, одну четвертую обычной белой луковицы. Можете использовать красную луковицу. Необходимо постоянно помешивать, потому что масло имеет сейчас температуру в среднем 160 градусов, а лук у нас влажный. И, соответственно, вся ваша кухня будет в жиру. Когда вы помешиваете шумовочкой, то вы предотвращаете, скажете, там взрыв. О, видите, что творится. О-хо-хо-хо. Отлично. Вот обратите внимание, видите, до какой степени я его поджариваю. Все. Лук нам больше с вами не нужен. Можете его выбрасывать. Вот сейчас сюда мы с вами отправляем мясо. Так, обратите внимание. Все, я сливаю. Сейчас мы с вами будем дальше продолжать. Так, вот оно у нас мясо, видите, лежит где. Сейчас я беру этот жир и добавляю сюда. Буквально пару зубчиков чеснока. Имбирь. Отлично. Мясо. Немножко соевого соуса. Буквально пол чайной ложечки. Перец чили. Чуть-чуть. Все, ребята. Готово. Возвращаем на место. Ну-ка. Вкусняшка. Вот это мясо уберите на балкон, так, чтобы оно остыло. Оно нам понадобится холодным. Мясо у меня на балконе отдыхает, набирается соков. Говядину тоже не нужно пережаривать. Говядину, допустим, кушать сырой. Поэтому буквально несколько секунд. Бам-бам-бам. Ну, вы видели, что я делал. Так. Теперь пришло время готовить нашего кальмара. Масло. Наше вкусненькое масло. Точно же самое. Немножко имбиря. Пару зубчиков чеснока. Так, наш кальмар. Хорошо. Добавляем сюда рыбный соус. Щепотку семечек кунжута. Можно добавить немножечко чили. Чили будьте аккуратны. Прекрасно. Также ставим на балкон охлаждаться. И будем с вами сейчас заканчивать салат. Остыли наши кальмары. Мясо. Хорошо. Теперь давайте сделаем еще небольшую порцию лукового масла. Пока греется лук, будем заканчивать наш салатик. Я добавляю сюда пару зубчиков чеснока. Любите чеснок, добавьте больше. Но еще раз повторюсь, если у вас дети, люди, которые не могут кушать острое, конечно, не горячитесь. Так. Теперь берем пучок кориандра свежего. Без свежего кориандра Азия быть не может. Так, добавили. Ой, с этими вилками. Одна морока, все руками. Обещаю, руки чистые. Делаем луковое масло. Я наливаю сюда вот на эту порцию, ну, в среднем 4-5 ложек масла. Достаточно. Бросаем чесночок. Лучок такой, лучок такой. И кусочек имбиря. Достаточно. Чуть-чуть сделаю стише. Пока у нас масло греется, полную ложку молотого кориандра. Две полных ложки паприки. Это чайная ложечка острого перца. Это может быть или чили, или, может быть, каянский перец. Здесь у меня черный перец и сучуанский перец. Буквально чайная ложечка. Много не надо. Так, это убираем. Нам это не нужно больше. Масло должно быть очень горячим. И заливаем. Вот так вот. Замечательно. Ну, сейчас, конечно, руками я уже сюда не полезу. Все смешиваем. О, боже, какой аромат. Какой аромат. Нужно добавить сюда чайную ложечку уксуса. Уксус обязательно должен быть. Где-то вот так вот. Если у вас нет рисового уксуса, используйте обычный яблочный или виноградный. Ради бога, не используйте уксус дешевый, потому что он пахнет непонятно чем. Вот эти спиртовые уксусы, это просто какой-то кошмар. Они не полезны вообще ни разу. Лучше использовать, конечно, натуральный. Яблочный, виноградный, рисовый. В общем-то, салат наш готов. Сейчас я попробую. Красота. Просто красота. Я бы добавил еще немножечко соли. Но, еще раз говорю, пробуйте. Все пробуйте. Если вы считаете, что нужно добавить соли, добавьте. Кстати, и немножечко еще уксуса добавлю. В итоге получается где-то 2 столовых ложки. Салат этот начинаете кушать и сервировать не ранее, чем через 5 часов. А то и, может быть, даже и чтобы ночью постоял в холодильнике. Вот по-настоящему будет вкуснятина. Он настоится, специи разойдутся. Будет вообще просто нереально, нереально. Ваши гости будут в восторге. Так, еще раз. Он должен быть с кислиночкой легкой. У меня, к сожалению, нет времени, чтобы он стоял ночь. Я хочу вам показать, как это будет все выглядеть. Классический салатик мы с вами уже приготовили. То есть овощной. Здесь нет мяса, здесь нет морепродуктов, ничего. Хорошо. Вот, один готов. Итак, значит, вот наши кальмары. Видите? У меня здесь совсем немножечко. Вот на это количество мы с вами должны положить точно такое же количество салатика. Смешать. Балдеж. Ребята, наилучшая закуска на праздничном столе. Хе с хальмаром. Ну и говядинка. Ну, в принципе, вот то, что у меня осталось, как раз и получится у нас эквивалент. 50 на 50. О, боже мой. Даже уже сейчас я вижу, что это невероятно вкусненькое. Просто, просто невероятно вкусно, ароматно. Запах, якин, специи, все это перемешалось. Остренькое. Скажите мне спасибо. Только сделайте так, как я вам рекомендую. Не надо экспериментировать. Используйте те специи, которые я вам предлагаю. Ну и потом с вами поговорим. Напишите комментарий. Хорошо. Хе с говядиной. Вырезка мягкая, нежная. Ой. С говядиной будьте аккуратны. У говядины есть такой принцип. Ее надо жарить очень быстро, на высокой температуре. И тогда она будет у нас с вами нежная и сочная. Как только вы этот процесс упустите, говядина будет жесткая. Даже вырезка. И поэтому ее надо будет уже долго варить. Ну, наверняка вы это все знаете. Итак, вот у нас с вами три салатика. Три корейских салатика. Овощной с кальмаром и с говядиной. Надеюсь, что сегодняшнее видео вам было интересно. Оно вам понравилось. Вы чему-то научились. Увидимся в следующий раз. Пока. Приятного аппетита.